Новые дипломатические контакты по Сирии. Сегодня вечером Сергею Лаврову позвонил Джон Керри обсудить шаги, которые Россия и Соединенные Штаты должны предпринять в развитии того, о чем с американским секретарем говорили в Москве во время визита в середине июля. Лавров обратил внимание на необходимость более активной борьбы с террористами, действия которых, в том числе применение химоружия, приводит к новым жертвам среди сирийского населения. Самый известный случай 2 августа под Алеппо, жители которого, покинувшие город по гуманитарным коридорам, рассказывают также о разных бесчинствах боевиков. Опасны сами подходы к маршрутам на свободу. В этом убедился Клим Санаткин. Он продолжает работу в Алеппо. Когда-то одна большая улица, а теперь пограничная зона. В сотне метрах отсюда позиции террористов. О том, что война и мир здесь так близко, говорит тот факт, что в этих домах живут люди. Балконы, окна занавешены, работают снайперы. Район Салахаддин. Периметр охраняют солдата сирийской армии. Прикрывают мирных жителей, которым удается бежать из оккупированных боевиками территорий. Через несколько минут проходит информация. Террористы могут открыть огонь. Беженцы меняют маршрут. Выходят через соседние улицы. Там безопаснее. Целыми семьями и поодиночке. Женщины, старики, дети. Изможденные войной, издевательствами и голодом. Сил почти нет. С собой самое необходимое. Они выбирались несколько часов. На рассвете. Я бежала со своим ребенком перебежками квартал за кварталом. Прятались от минометных обстрелов. Снайперы стреляли по нам. Обратного пути не было. Если бы остались, нас бы убили. Террористы мучили нас. Издевались. Брали наших мужчин. Заставляли их идти на джихад против государства. Теперь я счастлива, что мы в безопасности. Террористы били меня по голове прикладом автомата. Вот, рана еще не зажила. Моего сына убили. Его тело террористы так и не отдали. А жену взяли в плен. Я не знаю, что с ней. О том, что работают гуманитарные коридоры, мирные жители узнали из информационных листов с подробной схемой выходов, которые продолжают сбрасывать над районами, охваченными войной. Всех людей тут же регистрируют, проверяют документы. Тех, у кого их нет, вносят в отдельные списки. Там говорят, что это революция за свободу. Но на самом деле никакой свободы нет. Никакой свободы выбора. Если ты не с ними и не выполняешь их приказы, они сразу открывают огонь. Я счастлива, что мои дети наконец-то пойдут в школу, потому что там террористы запрещают детям учиться. Сразу после пересечения границы всем беженцам раздают гуманитарную помощь эти продукты, позволят им выжить первые дни. Сегодня нами было привезено сюда 8 тонн гуманитарного груза. Более 200 человек сегодня прошло пропуск. Соответственно, сейчас им оказывается гуманитарная помощь в виде круп, консервов. Людям тут же оказывают медицинскую помощь. Кто-то месяцами не получал необходимых лекарств, кто-то ранен. Больницы на занятых боевиками территориях не работают. Алифу 16 ходить не может. Редкое заболевание кожи. Его вывозили в этой самодельной тележке. Болель сжигает его изнутри. Два года мы были, по сути, в заложниках у боевиков. Все это время мы не получали необходимой помощи. Там нет лекарств, хороших врачей. Мы надеемся, что теперь нам окажут необходимую помощь. Госпитали в Алеппо переполнены. Скорая подъезжает каждые 15 минут. Среди пострадавших много детей. Али Ассали бежал два дня назад. Из восточной части Алеппо, которую сейчас контролируют боевики Джабхат Ан-Нусра. Два года я болел. С каждым днем мне становилось хуже. Врачи говорят, еще несколько недель, и я бы не выжил. Теперь все хорошо. Я в безопасности. Всех людей, которые сегодня снова вернулись в мирную жизнь, сейчас разместили в гуманитарных центрах приема беженцев. Временный дом. Сколько придется здесь прожить? Точно не знает никто. Клим Санаткин, Вадим Денисов, Илья Репнин, Владимир Беляев. Первый канал. Алеппо. Сирия.